Великий русский учёный. Он несколько раз номинировался на Нобелевскую премию, посвятил свою жизнь раскрытию тайн человеческого мозга, лечил людей гипнозом, изучал телепатию и психологию толпы. Мало кто знает эти подробности из жизни Владимира Михайловича Бехтерева. Ну что ж, смотрите видео до конца, и у вашего мозга появится шанс прокачаться по Бехтереву. Мистика и материализм неоднозначно воспринимались современниками особенно научным сообществом эксперименты Владимира Бехтерева с гипнозом. В конце 19 века гипнозу отношение было скептическим, его считали чуть ли не шарлатанством и мистикой. Бехтерев доказал, эту мистику можно использовать в исключительно прикладном ключе. Владимир Михайлович рассыпал по улицам города повозки, собиравшие пьяниц столицы и доставлявшие их к учёному. А после проводил сеансы массового лечения алкоголизма с помощью гипноза. И только благодаря невероятным результатам лечения, гипноз признали официальным методом лечения. Карта мозга. К вопросу изучения мозга Бехтерев подошёл с энтузиазмом, присущим первооткрывателям эпохи великих географических открытий. В те времена мозг и был настоящий терроинкогнито. На основании ряда экспериментов Бехтерев создал метод, позволяющий досконально изучить пути нервных волокон и клеток. Тысячи тончайших пластов замороженного мозга поочерёдно крепились под стёклышком микроскопа, и с них делались детальные зарисовки, по которым создавали атлас головного мозга. Один из создателей таких атласов, немецкий профессор Копш, сказал, «Знают прекрасно устройство мозга только двое, Бог и Бехтерев». Парапсихология. В 1918 году Бехтеревым был создан Институт по изучению мозга. При нём учёный создаёт лабораторию по парапсихологии, основной задачей сотрудников которой стало изучение чтения мысли на расстоянии. Бехтерев был абсолютно убеждён в материальности мысли и в практической телепатии. Для решения проблем мировой революции группа учёных не только основательно занимается изучением нейробиологических реакций, но и пытается прочесть язык Шамбалы. Планирует поход в Гималайи в составе экспедиции Рериха. Анализ проблемы общения. Вопрос общения взаимного психического влияния людей друг на друга занимает одно из центральных мест в социально-психологической теории и коллективном эксперименте Владимира Михайловича Бехтерева. Бехтерев был одним из первых учёных, всерьёз занимавшихся психологией коллективного человека и психологией толпы. Детская психология. Неутомимый учёный задействовал в экспериментах даже своих детей. Именно благодаря его любопытству современные учёные владеют знаниями о психологии, присущей младенческому периоду созревания человека. В своей статье «Первоначальная эволюция детского рисунка в объективном изучении» Бехтерев анализирует рисунки девочки М, которая на самом деле является его пятым ребёнком, любимой дочкой Машей. Однако интерес к рисункам вскоре угас, оставив приоткрытой дверь в неосвоенное поле информации, которое отныне было предоставлено последователям. Опыты с животными. Владимир Михайлович Бехтерев с помощью дрессировщика Дурова провёл больше тысячи опытов мысленного внушения информации собакам. Из них 696 было признано удачными, и то, по словам экспериментаторов, исключительно из-за некорректно составленных заданий. Обработка материала показала, что ответы собаки не были делом случая, а зависели от воздействия на неё экспериментатора. Бессознательная телепатия. Бехтерев утверждал, что передача и чтение информации посредством мозга эта удивительная способность, называемая телепатией, может реализовываться и без ведома внушающего и передающего. Многочисленные эксперименты по передаче мысли на расстоянии были восприняты двояко. Именно в результате последних экспериментов Бехтерев продолжил дальнейшую работу под прицелом НКВД. Кстати, академик Бехтерев как-то заметил, что великое счастье умереть, сохранив на дорогах жизни разум, будет дано лишь 20% людей. Остальные к старости превратятся в злых или наивных маразматиков и станут балластом на плечах собственных внуков и взрослых детей. Чтобы войти в будущем в счастливые 20%, начинать важно уже сейчас. С годами лениться начинают практически все. Мы много работаем в юности, чтобы отдохнуть в старости, однако чем больше мы успокаиваемся и расслабляемся, тем больший вред приносим себе. Уровень запросов сводится к банальному набору. Вкусно поесть, вдоволь поспать. Интеллектуальная работа ограничивается разгадыванием кроссвордов. Возрастает уровень требований и претензий к жизни и к окружающим. Давит груз прошлого. Раздражение от непонимания чего-то выливается в отторжение действительности. Страдает память и способности к мышлению. Слабоумие никогда не приходит внезапно. Оно прогрессирует с годами, приобретая все больше и больше власти над человеком. То, что сейчас всего лишь предпосылки, в будущем может стать благодатной почвой для ростков слабоумия. Более всего оно грозит тем, кто прожил жизнь не меняя своих установок. Такие черты, как чрезмерная принципиальность, упорство и консерватизм, скорее приведут в старости к слабоумию, чем гибкость, способность быстро менять решения, эмоциональность. Вот семь признаков того, что стоит заняться апгрейдом мозга. Вы стали болезненно воспринимать критику, в то время как сами слишком часто критикуете других. Второе. Вам не хочется учиться новому. Скорее согласитесь на ремонт старого мобильного телефона, чем будете разбираться в инструкции к новой модели. Третье. Вы часто произносите «а вот раньше», то есть вспоминаете и ностальгируете по старым временам. Четвертое. Вы готовы с упоением рассказывать о чем-то, невзирая на скуку в глазах собеседника. Неважно, что он сейчас заснет. Главное, то, о чем вы говорите, интересно вам. Пятое. Вам трудно сосредоточиться, когда вы начинаете читать серьезную или научную литературу. Плохо понимаете и запоминаете прочитанное. Можете сегодня прочитать половину книги и уже завтра забыть ее начало. Шестое. Вы стали рассуждать о вопросах, в которых никогда не были сведущи. Например, о политике, экономике, поэзии или фигурном катании. Причем вам кажется, что вы настолько хорошо владеете вопросом, что могли бы прямо завтра начать руководить государством, стать профессиональным литературным критиком или спортивным судьей. Седьмое. Вы уверены, что другие должны подстраиваться под вас, а не наоборот. Все это, конечно, хорошо. Но что делать? Как не стать старым маразматиком? Заметьте, самыми светлыми людьми до преклонных лет, сохраняющими разум, как правило, являются люди науки и искусства. Им по долгу службы приходится напрягать свою память и совершать ежедневную умственную работу. Они все время держат руку на пульсе современной жизни, отслеживая тенденции и даже в чем-то опережая их. Такая производственная необходимость и есть гарантия счастливого разумного долголетия. Вот семь рекомендаций, которые помогут вам сохранить светлую голову. Первое. Каждые 2-3 года начинайте чему-то учиться. Вам не обязательно поступать в институт и получать третье или даже четвертое образование. Можно пройти краткосрочный курс повышения квалификации или освоить совершенно новую профессию. Можно начать есть те продукты, которые раньше не ели, узнавать новые вкусы. Второе. Окружайте себя молодыми людьми. У них вы всегда сможете поднабраться всяких полезных вещей, которые помогут всегда оставаться современным. Играйте с детьми, они вас могут научить многому, о чем вы даже не подозреваете. Третье. Если вы давно не узнавали ничего нового, может быть вы просто не искали? Оглянитесь вокруг. Сколько нового интересного происходит там, где вы живете? Четвертое. Больше путешествуйте и учите иностранные языки, даже если не будете на них разговаривать. Необходимость регулярно запоминать новые слова поможет тренировать память. Если не так много возможностей, делайте то, что доступно прямо сейчас. Разбивайте привычки и ритуалы. Ездите на работу по разным улицам. Откажитесь от привычки заказывать одни и те же блюда. Осваивайте то, чего никогда раньше не умели. Пятое. Следите за своим телом. Регулярная физическая нагрузка до седых волос и после действительно спасает от слабоумия. Шестое. Почаще тренируйте память, заставляя себя вспоминать стихи, которые когда-то знали наизусть. Танцевальные па, программы, которые изучали в институте, номера телефонов старых друзей и многое другое. Все, о чем сможете вспомнить. Седьмое. Давайте больше свободы другим и делайте как можно больше сами. Чем больше спонтанности, тем больше творчества. Чем больше творчества, тем дольше вы сохраните ум и интеллект. На сегодня все. Успехов вам и вашему мозгу и до встречи в следующем видео.